Следующий Здравствуйте, доктор Жалуйтесь Да я похвастаться А, ну тогда Будьте здоровы Сергей Станиславович, здравствуйте Добрый день Как там в одной когда-то Доброй песне пелось Один мой друг, он стоил двух Но вот один из наших Общих знакомых перешел буквально Совсем недавно с никотина С тех сигарет Которые продаются в любом Магазине, в любом киоске Содержит табак, никотин Смол и, в общем, чего только не содержит Перешел на Испаритель, на вейпы Я понимаю, что Вы скажете первонаперво Ну, значит, с ним мы тоже встретимся Ну, чуть попозже Но, тем не менее Как происходит В организме Перепривыкание Насколько все равно Привычка-то осталась наполнять легкие Горячим Каким-то ароматизированным Воздухом Что происходит? Какова химия процесса при смене Переходит никотина на вейп? Кроме самообмана Ну, во-первых, если мы говорим О данном конкретном случае Человека, которого я тоже знаю Который перешел с курения О котором мы сейчас говорили На вейп То, во-первых, это у него Не вредная привычка А это у него уже, к сожалению Зависимость никотина Зависимость к психоактивным веществам Которые находятся еще и в вейпе Но по поводу вейпа А, да, кстати, как говорят у вас У наркологов, то нет вредных привычек Вредная привычка Это вот материться А на стечение времени она совершенно Зависимость Она совершенно верна Она со временем обязательно Переходит в зависимость К сожалению Потому что, вот что касаемо вейпа То употребление психоактивных веществ Влечет за собой дальнейшее употребление Не только никотина А никотин является входными воротами Кстати, в любую наркотизацию А поскольку в вейпах еще содержатся Всякие многоатомные спирты Эфиры То это еще очень сильно бьет по мозгам И вызывает Если можно сказать Ослабоумливание наших пациентов И тех людей, которые употребляют вейпы Значит, вейп по сути своей Это не является заменителем никотина От него развиваются совершенно другие заболевания Значит, что должен знать человек Который переходит с никотина на вейп То это не значит Что он начинает употреблять Абсолютно здоровое вещество Которое ни к чему его не обязывает И не приведет к дальнейшему Каким-то проблемам Которые связаны с его здоровьем Значит, что такое вейп? Значит, если когда человек курит сигареты Значит, он вдыхает в себя дым А когда человек вдыхает в себя Пары вейпа Это мелкодисперсная водяная пыль Для того, чтобы ее вдохнуть Нужно организму перекладывать Намного больше усилий И поэтому вот эта мелкодисперсная пыль Взвесь Она попадает в самые мелкие наши Не только бронхиолы А даже альвеолы Вымывая оттуда все нужные организмы вещества В том числе сурфактант И любой человек, который употребляет вейп Он должен знать От курения вейпа у пациентов Развивается облитерирующий бронхиолит По-другому эта болезнь называется Попкорная болезнь легких А что это такое? Это то, что вот эти молодые парни Которые 18, 19, 20 лет Их родители спрашивают Образно говоря Ванька, ты куришь? Нет, не курю Я парю Они говорят Я не курю, я парю Они считают, что это совершенно другая каста Они ведут себя Сами курильщики вейпов Парители вот эти самые Но каждый из них Из этих молодых людей Должен знать, что с течением времени Значит, это обязательно приводит к облитерирующей бронхиоли То, что это значит Это затруднение экскурсии легких Ему будет тяжело дышать И подниматься на второй этаж Он без одышки Без остановки Ему будет крайне-крайне сложно Таким образом Поменяв одну зависимость на другую От смены названия Значит, легче человеку от этого не будет Вот смотрите Из чего состоит вейп? Я нашел, покопался, как человек не курящий Мне для этого пришлось залезть в интернет Я могу вам рассказать Из чего состоит Вейп Значит, нагревательный прибор Это чайник Я когда вижу человека с вейпом Я всегда говорю Это человек с чайником То есть, есть нагревательный прибор Который разогревает вот эту жидкость Которая находится Есть элемент, светоэлемент Который, значит, некоторых есть Некоторых якобы обманывает эти вещества И есть вот эта ампула Вот этот контейнер С этой жидкостью, которая является вот этим самым паром Значит, из которого образуется пар Жидкость, это состоит Значит, там глицерин Ароматизатор В некоторых есть никотин Дистиллированная вода Красители Значит, и вот эти все вещи По сути, по своей Вот эта жидкость, которая находится в вейпах Она, если по отдельности брать То все эти элементы, они являются нейтральными Но даже банальный глицерин при термической обработке Он превращается в яд Совершенно верно Из этих образуются формальдегиды Образуются другие химические соединения Которые канцерогенные Которые очень плохо влияют на организм Более того, никто никогда не контролирует Эти жидкости, которые продают китайцы Значит, какую они туда воду заливают Какие они туда заливают красители Какое туда употребляют вещества Никто это, ВОЗ это не контролирует И поэтому, когда человек приобретает себе Вот этот контейнер с жидкостью Но только производитель знает Что он туда добавил Вот еще сейчас появились Некоторые люди используют И говорят, что Они курят некий Айкос И, дескать, это уже вообще Безопаснее некуда Это Это уже даже не вейп Что это такое? Столкнулись уже врачи-наркологи Это все разновидности Вот этих электронных сигарет Все это разновидности То есть рынок Который Вот начали выпускать Сигареты Значит, начали Вы помните В начале прошлого века Рассказывали о том Что курение Это чуть ли не панацея От всех болезней Потом В середине прошлого века Определили, что Табак, никотин Является канцерогеном Он вызывает раковые заболевания И вот этот Ковбой Мальбора Который все это Рекламировал Значит, на всех Во всех рекламах Погиб от рака легких Которые Значит, начали с этим Белым бороться Придумали электронную сигарету С электронной сигареты Доказали неэффективность Придумали вейт Потом айкос Еще что будет Кальян Если у нас кальян появился Совершенно недавно То в арабском мире Давным-давно знают Что это Вредное Время препровождения Оно вызывает зависимость И Я надеюсь В МКБ-11 И якобы такие сведения есть В МКБ-11 Добавится новая болезнь Болезнь называется Бейсинг Бейсинг Это зависимость от кальяна Вызывает те же самые проблемы С легкими Сердечно-сосудистой системой Заболевания Ротовой полости Значит, рак И так далее Тому подобное Облитерирующий эндортерит Проблемы с нижними конечностями То есть Это все ведет И У нас кальяну 10-50 лет А в арабском мире Кальяну 2000 лет И они знают Все негативные последствия Употребления кальяна В России сейчас Во многих сетях Крупных Федеральных Супермаркетов Вообще Блоки сигарет Стоят запакованы В простую Красную бумагу То есть Только подойдя Подержав Повертил это в руках Можешь увидеть Что там Простой белый Информационный Ценничек Наклеечка Где написано Что это Табачная продукция Сигареты Марка И разновидность Модель Такого Что это Витрина Как на выставке Как в музее Такого Уже нет В магазинах Шаговой доступности Стараются Делать А законодатели Обязывают Чтобы вот эти вот Прятали все Над кассой Эта зона Эти корабли Огромные Дирижабли С сигаретами Они были Постоянно закрыты Открывались Только самим клиентам Только для того Чтобы он выбрал себе Пачку сигарет Ценовая политика Ввиду акциза Тоже Стимулирует Скорее 20 раз Подумать Прежде чем Начинать Либо покупать Почему В нашем Обществе Да Там С кальянами Еще не Борются Но В отличие От приведенных Вами Примеров Почему То Что Во всем мире В цивилизованном Уже Культивируется Как Такой Знаете Как Человека Умышленно Делают Изгоем Ему Отводят Место Для курения Ты хочешь Курить Пожалуйста Вот там В уголке Где-то За саранчиком Постой И покури Со всеми Не надо Если ты хочешь Выпить Сиди дома И пей Не выпивший По улице Не ходи Не тем более С открытой Бутылкой И Если Опять же Хочется Покурить Кальян То ищи Специальное Заведение Потому что Не во всех Извините Это можно Потому что Из-за одного Столика Будут Дымить А будут Дышать Все Остальные Почему Как вы считаете И когда мы К этому придем Имеют ли на это Влияние Медики Для того Чтобы как-то Законодательно Выступить с инициативой Сдвинуть это В конце концов Для того Чтобы И В нашем Постсоветском Обществе Также Выработать Вот это Вот Стратегию Поведения Модель Нетерпимости И Ну неодобрения Как минимум К курящим На улице К курящим В кафе Пьяным На улице Потому что Даже если Пойти Это для абсолютно Любой территории Характерно В любой детский парк В выходной Там обязательно Будут Дети на качелях И папы Мамы С сигаретами И С бутылками Банками Различной крепости Алкоголя С моей Личной точки То что В России Уже исчезло Как в принципе Как явление Ну это неправда Ничего Там не исчезло Да так Потому что Юрий Мы на эту тему Я не знаю С вами разговаривали Или нет Но Обратите внимание Никогда Никто еще За все время Существования Человеческой цивилизации Не мог с этим справиться Никто И никогда Ни один император Ни один фараон Ни один царь Ни один король Ни один генеральный Секретарь Если вы помните Сухие законы И все Запрет Никогда Они не будут влиять Ну вот людям Запрещали Курить В общественных местах Это кого-то останавливает Они курят Они отходят в сторону Они не боятся Людям запрещают Сходить с открытыми бутылками пива Что не ходят Они Ходят И все это дело Продолжается Поэтому здесь борьба Должна быть С этим делом Она должна быть Исключительно Комплексная Не только врачи Должны с этим бороться Мы неустанно Об этом говорим И об этом говорили И советские врачи Об этом говорили И до войны Вот об этом говорили Мы сейчас об этом Постоянно говорим Об этом ряде Кого это останавливает Кого Значит Только комплекс Когда Этому должно Вот этому времяпрепровождению Когда Особенно у молодых людей Когда зависимость не возникла Когда это на уровне Вредных привычки Или какого-то Такого Времяпрепровождения Должна быть Какая-то альтернатива Если он не курит Если он не употребляет алкоголь Он должен заниматься спортом Он должен заниматься учебой То есть Все вместе Должны ему предложить Какую-то альтернативу Потому что Нельзя Что-то убрать И оставить на этом месте Вакуум Понимаете? Значит Это нужно чем-то заменить Его нужно заинтересовать Массовые открытия Каких-то спортивных площадок То есть Молодежь нужно стимулировать Вот я в армии служил У нас В советской армии еще У нас Тем солдатам Которые Я служил за границей Тем солдатам Которые не курят Им вместо сигарет Выдавали леденцы Дропс Конфеты такие Значит Не куришь ты Пожалуйста Тебе вместо Пачек Восемнадцати пачек В месяц Тебе вместо этого Выдавали конфеты Вот это был стимул Для того человека Чтобы И так далее Ну это Примитивный пример Ну на уровне государства Это все Можно тоже Каким-то образом Регулировать Но здесь В первую очередь Только собственное Желание самого человека Ну опять же Вот Исчезли С развалом Советского Союза Целые системы Да Можно Бесконечно долго О них Тасковать И вспоминать И Ну существовали Целые секции Кружки Ну целая система Которая не давала Заскучать Не давала Впасть в уныние И заняться Вот этими Вредными привычками Которые потом Все школьники Были задействованы Все Зависимыми Да Вот Один из случаев Буквально До чего В итоге К чему приводит Такая Безнадзорность Детей В одном из городов Не у нас В республике Былась ситуация Когда На пульт Бригады Скорой помощи Поступил Вызов В считанные минуты Фельдшер Прибывший на место Увидел Следующую картину Несколько Школьников С В состоянии Ужаса Стояли вокруг 14-летнего товарища А тот В свою очередь Валялся Рядом С Гаражом В состоянии Полной отключки Медики Пощупали пульс Померили давление Бедолаги Сразу же Оценили его состояние Как критически Увезли в больницу Где он практически Сразу же умер Все бы ничего Только в кармане Школьных брюк У погибшего Была найдена Упаковка Из-под снюса Это табак Который Закидывается Под губу Дабы посредством Чудовищной Дозы никотина Вызывать Галлюцинации У школьника 14-летнего Вот Чем бы дитя Не тешилось Как говорится В известной пословице Но тем не менее Эта ситуация Насколько типична Для Школьников 90-х 2000-х И наших Годов И когда она Начала приобретать Такие Вот формы Которые уже Взрослых Серьезных людей Врачи Наркологов Я уже не говорю О родителях Просто Повергают Состояние Ужаса От происходящего С моей точки зрения Как врача-психиатра Эта система была Всегда Как только Ребенок Прекращает Быть ребенком Как только У него появляется Подростковый возраст Со свойственным ему Юношским максимализмом Сразу же появляются Вот эти вот Перегибы Здесь Самая главная Ситуация Самая главная Об этом Это никогда Я не знаю Это конечно Крайне сложно Но за этим Конечно же Должны следить В первую очередь Его родители Вот здесь В этот самый момент Самое главное Не упустить человека Вот абсолютно Не упустить То есть Какую компанию Он попадет Это настолько Люди в таком возрасте Вот именно В подростковом Это вот люди Которые уже Чисто физически Чисто внешне Выглядят как взрослые люди А по сути своей Психологически Являются абсолютными детьми И вот под какое влияние Попадет этот подросток Вот туда он нападет Ведь кто-то этому ребенку Про которого вы рассказали Дал эту гадость Ведь он же не сам ее приобрел Он не знает Что это такое Вот попадается в компанию Такой человек Который предлагает Давайте закурим сигарету Они закуривают сигарету Попадет в компанию Кто-то Который будет рассказать Давайте будем употреблять алкоголь Они будут пробовать Употреблять алкоголь Ведь они уже взрослые Им по 12 Это они так считают Да Попадется А если вдруг у ребенка В компании будет лидер Тот который говорит Давайте ребята На турнике подтягиваться И давайте будем О своем будущем думать Будем заниматься в школе Он пойдет совершенно По другому пути Вот здесь Самое главное Вот его не упустить Ведь Мы с вами тоже были подростками Мы тоже Столько уже было И когда вы задаете этот вопрос Вы же знаете на него ответ Вы же знаете Что все были такие Все абсолютно Кто-то придумал Жевать гудрон Все жевали гудрон Да Кто-то придумал Что на дереве Вот есть этот самый Есть клей Вот этот он Он жевательный Прозрачный Пожалуйста Все Все тоже Но это же Безвинные забавы А вот так вот Компания Вот у нее попался Вот такой нехороший человек Который сказал Что давай-ка ты Вот этот табак Будешь Будешь жевать И вот так этим Все делом закончился А что происходит С другими Какими-то веществами Я не хочу сейчас В эфире озвучивать Чтобы Дабы не создавать Вокруг этого Какой-то Знаете Не нагнетать Не нагнетать ситуацию Но вещества Про которые вы сказали Не только это Есть другие вещества Точно так же Кто-то советует Тут он растет Давай попробуем Давай А потом происходят Жуткие отравления Жуткие галлюцинации Делирии Психозы Остановки дыхания Поэтому здесь Выход один Если ты не знаешь Что это такое Не надо это запихивать Себе в рот Не надо О компаниях Как тогда Родители Могут Когда они говорят Ну или им Да дети говорят Девочка говорит Я пойду с мальчиком Погуляю И не знают В какую компанию Идет Когда мальчик говорит Я пойду с друзьями Погуляю И они тоже не знают Они могут Как зовут Скажут Как зовут Телефон оставь Да я позвоню Оставят телефон Вообще не вопрос Да Но Даже если попросишь Показать Пусть друг зайдет Или подруга Да Мы посмотрим На него Или на нее Возможно ли По каким-то признакам На Вот такой вот стадии За такое короткое время Хотя бы Заподозрить Либо Не заподозрить А подтвердить Там Вот Хороший Мальчик Или хорошая девочка Или Определить Что Ну Чего-то Как-то Лучше не отпускать Наверное С ним или с ней В таком молодом возрасте Даже если они употребляют Какие-то психоактивные вещества Каких-то клинических И чисто визуальных форм проявлений Еще может быть не видно Не видно То есть они еще независимы Они просто это употребляют На уровне Вот 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 Дозволенности Да Вот я вот такой особенный Значит Все остальные еще пока малолетки А я вот это дело употребляю Но зависимости еще у него быть не может Поэтому в любом случае Если у детей появляется какая-то компания Это всегда Ну конечно всегда Есть Вариант того Что да Там в этой компании Может оказаться кто-то такой Что может сбить его с пути истину Но для этой цели Я немножечко дальше пойду Вы знаете Есть такая русская народная пословица Что воспитывать детей Нужно когда они лежат поперек лавки А не вдоль лавки Поэтому все основы будущей Нужно детям в голову вбивать Родителям Еще с детства С детства рассказывать о негативных влияниях О том что есть такая гадость Как наркотики Есть такая гадость Как сигареты И как алкоголь Вот он есть Вот его употребляют С определенного возраста Он становится легальным С 21 летнего возраста Табака и никотин Но тебе это лучше не употреблять А употреблять Если ты вдруг все-таки хочешь Стань сначала взрослым И все это нужно Подготовку вести С самых С младых ногтей Потому что Если этим не заниматься Когда он будет уже Вот такой взрослый Вы же прекрасно понимаете Что Но ты его уже не разубедишь в этом Просто-напросто Если у него есть к этому Какие-то уже Какое-то влечение Я вам говорю Юношеский максималист Все хочется попробовать Они считают Что здоровье безграничное Они считают Что их возможности Просто безграничные Необыкновенные Значит И Ну что со мной будет Если я там один раз попробую А может быть беда А по своему ребенку Как распознать И Как можно раньше Что он попал В дурную компанию Ну как психиатр По поведению Может какие-то советы Ну дурная компания Мы сейчас имеем ввиду Компания Которая употребляет Психоактивные вещества Да В любом виде Значит Есть определенные Вы своего ребенка Я в этом просто уверен Вы своего ребенка Знаете с самого рождения Вы своего ребенка Знаете каждую его повадку Каждый его Каждый его жест Каждое его мимическое состояние И если в дух ребенка Происходит В вашем ребенке Происходит что-то такое Что вас настораживает Это является поводом того Чтобы Чтобы задуматься Все абсолютно умные люди Все прекрасно понимают Если что-то не так С зрачками Значит Соответственно Что-то с человеком происходит Если что-то не так С кожными покровами Значит Что-то с ним происходит Если от него исходит Какой-то непонятный запах Значит Что-то с ним происходит Если у него Желтые грязные Какие-то пальцы Значит С ним что-то происходит Если у него в кармане Вы находите Какие-то Серебристые Вот эти штуки, если вы находите шприцы у человека в кармане, если вы находите разобранные, разрезанные какие-то бутылочки, находите какие-то напёрстки продырявленные и так далее, это должно вас насторожить. Если ваш ребёнок, который был раньше активный, стал абсолютно пассивным человеком или наоборот, он ходит активно, ходит, проявляет себя совершенно по-другому, задайте себе вопрос, что с ним происходит. Отдельно это ни о чём не говорит. Может быть там с кожными покровами, может он загорел или обгорел, глаза, может ему атропин туда закапали, мало ли что может произойти. Но если это в комплексе, пожалуйста, подойдите, обратите к специалисту, к нам обращаются родители, обращаются родители, которые заботятся о своих детях, они приходят к нам, постоянно приходят, поверьте. С родителями, с детьми? С детьми обязательно, обязательно с детьми, и мы вместе общаемся, я говорю, секретов ни у кого нету, и мы вместе с ними работаем, я этим занимаюсь, они приходят ко мне, мы работаем, это всё дело, и пытаемся всё это дело исправлять. Один раз попробовавший человек наркотики не является наркоманом, понимаете, он просто молодой, оступившийся человек, И если это семья, они собрались в кулак, все это дело сделали, и человеку оказали, у него будет счастливое и абсолютно нормальное будущее. В подростковом возрасте пресечь эту зависимость, вывести ее обратно во вредную привычку и вообще нивелировать ее, можно, в отличие от человека, употреблятеля со стажем? Можно всегда это все дело сделать, но все это носит характер только лишь в наших предположениях. Можно, а можно и не получится. Поэтому, чтобы не искушать судьбой, чтобы не думать о том, смогу ли я от этого избавиться, лучше это не пробовать никогда. Но обращаться нужно в любом случае. Если у вас есть сомнения по поводу себя или своих близких, вам нужно от этого избавиться. Мы будем все сделаем для того, чтобы вам помочь. Обращайтесь к нам, мы будем заниматься вашим здоровьем. Я благодарю вас за информацию, желаю успехов в работе. Напомню, что у нас в гостях был главный врач Луганского республиканского наркологического диспансера Сергей Комаров. Приходите к нам еще, а вы, друзья, оставайтесь на нашей чистоте. Следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы.